Ребятушки, всем доброе утро! Всех вас целую! Люблю до луны и обратно! В общем, вчера мы закончили до ночи. Вот так все проложили. Так что сегодня вот в этих местах, в ванной и здесь, вот такие улитки проложит сантехник. Если он сегодня успевает, я что-то поторопилась, говорю, что сегодня будем заливать стяжку. Нет, пока он не проложит все вот эти улитки, зальет воду, только потом мы начнем делать заливку. Может быть, это будет завтра или даже послезавтра. Вот ванная. А муж что там делает, у нас там выход, еще один выход, и там нам нужны ступеньки. И у нас в сарае скопилось много стекла, то есть мы, получается, мусор утилизируем сами. Что-то жгем, а что-то, что не горит, допустим, бутылки с под лимонада у нас много, всякие банки там, да, от каких-то консерв. Все это, все стекло и всякое железо, все уходит у нас в бетон. Поэтому мы и сарай хотим как раз почистить, и ступеньки нам здесь необходимы. И вот муж начал лепить потихоньку каркас. Не знаю, может быть, даже в этом году и не будем заливать, а может быть и будем. Это на заземлении. А, ты сейчас на заземлении. А, видите, я что. Ну, он вчера вот что-то там лепился ступеньками. Вот. И мы сюда все это с сарая вынесем, переколотим, перебьем. Наверное, сверху отсевом присыпем и оставим до весны на заливку. В общем, вот так. Потом, как говорили, покажи рум-тур всего дома. Покажу, девочки, покажу. У меня сейчас в том старом доме там полный хаос. Там место только пройти. Там столы, ящики, стулья, картошка, лук. Там до такой степени все понавалено. Но образно все, почему говорят, две спальни. Две спальни это для детей здесь. У нас же там тоже дом. Он тоже кирпичный. Да, он старой постройке, но он крепкий. Мы усиливали фундамент. Все тоже такое. Будем менять крышу. Ну, то есть, как бы, стены там хорошие. Поэтому там будет спальня и там будет холл для приема. Там, как бы, где у вас зал. Ну, вот там у нас, как бы, и зал. Я бы его так не назвала. Наверное, скорее всего, холл для приема гостей. И наша спальня. Вот так вот как-то будет. Я не знаю. В этом году мы сейчас, когда все подключим, переедем сюда. Я не знаю, где мы будем спать. Как мы будем спать. Но, потому что здесь будет тепло. Там на следующий год тоже будем проводить отопление. Менять крышу. Не знаю. На следующий год это будет. Все зависит от денег. Уже переедем. И я вам все подробно покажу. Так, я на улице. Погода у нас сегодня вообще сказка. Прелесть. С утра. В общем, блины. Ну, блины такие толстые. В общем, из того, что было. Там у меня и молоко было прокисшее, и молоко свернутое. И всего по чуть-чуть. И кефир в двух пачках был недопитый. Поэтому вот все в одно сгрузила. И, в общем, такие толстые блины. Вот тесто вот такое густое. Тут же сразу приготовила все на обед. На обед потушу мясо. Ну, сделаю как гуляш. Только добавлю туда лука, морковки и болгарского перца. И сварю пюре. Вот сейчас с блинами закончу. И сразу поставлю все вариться. Ну, у нас сегодня такой поздний завтрак. Потому что, потому что, потому что так. Так, пока в себя чуть пришли. Потому что вчера поздно заснули. В общем, так, ребятушки. Завтрак на природе. Нет, готовлю на природе. Есть будем в доме. Так, дочке передала борозды правления. Пойду пока стол подготовлю. Поздоровалась? Да. Чай. А, я достала самовар. Так что чай будем сегодня пить с самовара. Мама мне давала самовар. Но я еще думаю, так, когда мы им будем пользоваться. И вот сейчас как раз с утра, чтобы не выходить, оно все равно газ подзадувает. Он гудит. Все равно какой-то ветерок доколышется. Но вот сейчас более или менее погода. И вот самовар включаем. С утра кофе пьем. Так что и самовар мне пригодился. И пойду сейчас самовар поставлю. И сметану положу. В общем, со сметаной. И блины, сметана, чай. Ну, хорошие такие блинчики получились. Они там двух размеров. На двух сковородках жарим. Так, ребятки. Вот красавец самовар. Вот блины со сметаной. В общем, приятного всем аппетита, как говорится. Не хватило нам теплого пола. Вот привезли еще бухту. Здесь 200 метров. Такая бухта стоит 10 тысяч. Ну, там 9700 с чем-то. Вот. Вроде бы ерунда. Вот такой обед я приготовила. Уже мужа покормила сантехником. Сейчас буду детей кормить. Вот такое вкусненькое пюре. Мясо такое хорошее. Гуляш. Варится просто моментально. Даже, по-моему, часа не было, как оно быстро сварилось. В общем, мне передали с канала Ваша Юляша, передали мне такую эстафету или флешмоб. Но я уже такое проходила дважды. И хочу... Тут всего 6 вопросов самых таких простых. И хочу ответить на эти вопросы и передать эту эстафету следующим каналам. Я оставлю ссылки на их канал в описании. Тоже молодые начинающие каналы, как и я. В общем, первый вопрос. Сававы или жаворонок? Я сова. Я люблю все. В общем, ближе к вечеру я начинаю просыпаться. Как бы так, скажем. И я какие-то дела люблю больше делать вечером. Или ночью даже, когда все спят. Но в последнее время не было такой возможности, потому что где мы спим, там все слышно. Если я начну там греметь или что-то еще делать. А вот, допустим, когда лето, жарко, я могу большую часть дел переделать именно ночью. Три качества человека. Ну, насчет трех не знаю. Но какое для меня самое главное качество? Это я, по-моему, здесь у него бумажечка, я читаю. Какое самое главное качество? Но, чтобы человек был честный. Вот, лично со мной был человек честный. То есть, если он начинает там двоить, троить, или как это называется. Или, хотела это слово сказать, забыла. Двухличный. Вот, если человек двухличный, и как бы и вашим, и нашим за три рубля спляшем, я такие моменты сразу, сразу просто прокусываю. И все. После этого там дружба какая-то или какое-то общение я свожу на нет. Вот, я думаю, это вот одно из таких вот качеств. Вот. Их три всего, да, надо назвать. Но, честность. Но, если человек честный, значит, в общем, назову пока, да, вот такое одно. Для меня это самое главное. Если человек начинает, я же говорю, двоить как-то, я сразу это чувствую, и все. Так, любимое блюдо. Ну, любимое блюдо это, или продукт любимый, это мясо. Я не представляю своей жизни без мяса. Могу представить ее там, ну, без чего угодно, только без мяса. Если нету мяса, я не знаю, я злая, я нервная. Поэтому наш каждый день обязательно проходит с мясом. Каким? Мясо, рыба, курица. Курицу я тоже, как бы, отношу, можно так сказать, и к мясу. Ну, страхи и фобии. Ну, страхи это, я боюсь, чтобы мои кто-то близкие не заболели какой-то такой вот неизлечимой болезнью. И причем я бы там думаю, я как-то прислушиваюсь к этому, вот, кто там на что-то жалуется. У меня тут болит, у меня там болит. И вот сейчас у меня на очереди муж. Мы надо вот сейчас чуть-чуть мы этот, и поедем в больницу проверять его, вот эти вот приступы, вот, похоже на изжогу. То, может быть, это ничего и страшного, но лучше перестраховаться, перепровериться. Таланты и хобби. Нет у меня сейчас хобби. В смысле, его и не было. Ну, вот, если можно сейчас назвать YouTube моим хобби, то вот сейчас YouTube это мое хобби. Таланты. Ну, я, какие-то у меня таланты. Я вот продавец. То есть у меня по счету каких-то продаж, у меня какие-то чуйки. Я вот, вот, если можно это отнести к талантам. Потому что и не всем, как бы, дано, там, купи-продай, да. А это вот мое настолько. История имени. Ну, историю имени, вот, ваша Юляша на своем канале рассказывала, вообще, откуда происхождение этого имени. Я скажу так. Я углублялась, это читала, но не хочу пересказывать то, что, допустим, написано в интернете, да. Из того, как меня мама назвала. В те годы, вот, в 80-е, 83-е, там, до 80-х. Вообще, это имя было очень модное. Ну, и моя мама, вот, как, наверное, следя за модой, так меня и назвала. И вот, кого я встречаю, Юлей, это примерно один и тот же возраст. Там, плюс, минус, пять, шесть, семь лет разницы. И вот, а сейчас как-то Юля не очень часто называют своих детей. Ну, вот, видать, какой-то бум моды прошелся на это имя. И вот, наверное, поэтому меня так и назвали. Не, наверное, а это точно я у мамы спрашивала. Ну, в общем, вот так вот ответила на эти шесть вопросиков. Они такие простенькие. И передаю их каналу. Я оставлю ссылочки, потому что у этих каналов, у них нет названия. Просто фамилия и имя. Это у меня будет Тамара. Ссылочку оставлю. И Наталья. Наталья Губарева. Ой, лучше не буду говорить. Потом посмотрите, кому интересно, зайдите. Вот этот флешмоб я передаю им. Там можно до пяти каналов. Ну, пока вот я на два канала, на двух каналах остановилась. Я думаю, еще будут, будут такие флешмобы. И другие каналы тоже, кто, кому, какие мне каналы будут интересны, им тоже передам. Ну, в общем, вот так вот. Так, ребятки. Вот, смотрите. Вот это осталось последнее. Это ветка, да. Это ванная комната. Вот это закончат и начнут заливать воду. И, может быть, завтра уже точно начнем заливать. Но сейчас все будет туда дальше видно. Вот. Мы вот эту брали бухту. Нам не хватало. Но, видите, оказывается, она не вся пошла. И, то есть, чем хорошо, мы вернем то, что осталось, и обратно. То есть, не надо брать всю. А если бы мы, допустим, сами, да, это все покупали, то взял, осталось. Надо, не надо, оно поосталось у тебя. То есть, вот эти вот полы, они, видите, не режутся. То есть, крутится все с новой бухты. Нету там такого по кусочкам. Отрезал, соединил. Это не соединяется. Так что, вот так, видите, здесь серенькие. Здесь красненькие. Там беленькие. Где беленькие? А, ну там то на воду же. То на отоплении. А, кстати, здесь и там сильные были. Так что, вот так и ходим, видите, вот так. Чтоб не наступить на них. Чтоб не продавить. И вот стяжку тоже заливать надо аккуратно. Надо будет выставлять какие-то стеллажи. Потому что с раствором, чтобы по зоопарке не наступить, не раздавить эти полы. В общем, как-то надо будет завтра приспособиться. Там, видите, света нету, темно. В общем, вот так вот все это выглядит космически. Вот реально по-космически все. Гляньте. Так красивенько, я бы так и оставила. В общем, вот мы чем занимаемся сегодня. У нас уже, ну уже темно. Так что наш мастер сегодня, может быть, если все запустит, и все. И он пока к нам не приедет. Приедет уже, когда высохнут полы на подключение. Ну, он говорит, сейчас проверим. Все, зальет, наверное, воду в батарее. Все проверим. И самое тяжелое нам предстоит на завтра. Ну, как тяжелое уже, мы к этому привыкшие. Бетон, раствор, это наша стихия. Мне кажется, самые приятные, ну как, это тоже приятные моменты. Но самые приятные это ламинат, плитка, там, обои, стены красивые. Вот это такие прям творческие моменты. Так, ладно, все. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Всех вас целую, люблю. До луны и обратно. Эдик, пока-пока. Эдику в столько вы передаете привета. В столько читаем комментарии. Ну, я как-нибудь тоже. Да, как-нибудь в эфире тоже со мной появится. А раньше, не-не, меня не снимай, не-не-не. А да, да, да. А сейчас, видите, уже... Уже не стесняется, да.